Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Особенно, когда я не знаю, откуда мы вообще его возьмем. Миш, я боюсь. У папы Чуйка Волча. Он такие вопросы задает, как я себя чувствую, что во мне изменилось и так далее. Я боюсь, что не выдержу и проболтаюсь. Помнишь, я говорил, что решу все проблемы. Ну вот, я их решил. Почти. Остается только проплатить. Конкретней. Конкретней? Конкретика такова. Когда у беременных начинает расти живот? Не знаю. Примерно на пятом месяце. Да вот. Примерно к пятому месяцу ты начинаешь вести здоровый образ жизни. Есть правильную дуру, читать правильные журналы. В общем, вести себя, как беременна. Дальше. Дальше ты уезжаешь в Израиль. Как в Израиль? Да слушай, до конца не перебивай. Мы с тобой сделаем фотосессию. Фотосессию. Счастливая семья. Потом, я тебе сниму особнячок на берегу моря, около Талевика. Будешь жить припеваючи. Потом я езжу к тебе раз в две недели, привожу фотоотчеты, там, где растет твой прекрасный и могучий живот. Угу. А если папа решит приехать? Я сделаю так, чтобы этого не произошло. А если что, привяжем живот. Ну, а ребенок? Где ты возьмешь ребенка, а? Это отдельная статья расходов и следующий шаг. Надо оставить половину с самым врачом. Пока ты будешь в Израиле, он подыщет нам подходящего отказничка. Ты возвращаешься, получаем ребенка. Все счастливы. Па-бам! Да, сволочь ты порядочная, Мишаня. Но котелок у тебя варит отлично. Клиника, жилье. Дорога. Денег не жалей. На первое время, думаю, хватит. Ну, там, фрукты, витамины, рыба. Ну, в общем, да. Акушерком обязательно заряди, чтобы понежнее были с моей девочкой. Так, это есть? Что еще? Миш, ну, зачем столько денег? Нам с повороти этого на год хватит? Послушай, пожалуйста, внимательно. Часть идет на доктора. Ты ему позвонишь прямо завтра. Это частный роддом. Больше никуда не обращайся. Знаю я нашу медицину. Искалечит и фамилии не спросят. По-любому вопросу держать связь только с ним. Рожать будешь тоже там. Понятно? Хорошо. Ты надолго уезжаешь? Понимаешь, это мой первый совместный проект с израильтянами. Это очень важно для меня. А значит, важно для тебя и для малыша. Конечно, я понимаю. Просто немного страшно оставаться в такой ситуации совсем одной. Маша, послушай, этот доктор пришлет акушерку при первом твоем требовании. Маша, Машенька, пообещай мне, пожалуйста, что ты будешь тратить деньги на себя, на нашего малыша, на выгон, на еду, на одежку, на все-все-все. И на комнату. Кстати, ты обещала сделать проект. Я сделала. У нашего малыша, бред, самая гениальная мама на свете. Я буду звонить тебе каждый день. И приезжать при первой возможности. И, разумеется, приеду на твои роды. Так. Если все так трагично, я... Я остаюсь. Я отменяю. Вы с малышом важнее любого бизнеса. Я остаюсь. Нет, не обращай на меня внимания. Это все... Это беременность. Беременные ужасные рёвы. Все, давай, иди, иди. Тебя очень прошу. Не могу больше прощаться. Уйдешь без расстания, легче. Хороший парень. Полковый, преданный. Лев Семенович, это вы к чему это? Это к тому, что у меня планы на него, Мишенька. Интересно, какие? Он же в прошлом мент. Ну, вроде да. Вот я его туда и отправлю. Папа, ну зачем? Сам же говорил, что человек преданный, верный. Мне как раз такие в органах нужны на большие должности, на которые я помогу ему вскарабкаться. По гроб жизни будет обязан. Ну, давай, просто стратег. Гениально, Лев Семенович, это гениально. Ну что, поконим? Ну, давай, Мишка. Пока. Береги себя, Лёвка. Давай, пока. Да, с таким добром любой ремонт фигня. Да и в два раза меньше времени надо. А краску видел финскую? Говорят, стены после неё можно просто водой мыть, и они будут как новые. Ребята, привет. Света. Светик, а мы только недавно о тебе вспоминали. Серьёзно? Не ругали хоть? Нет, с чего нам тебя ругать, а? Ну, ты же не твоя подружка. Валь, ну, не язык, а помилок. Ну, а что, пусть знает. А что я должна знать? А то, что твоя подружка хахаля завела. Валь! Ну, если вы об этом, то я в курсе. Так, значит, мы тут бьёмся за друга. Его жена хвост налево кинула, а подружка её поддержала. Все вы бабы одинаковые. Никого я не поддержала. И, между прочим, с ней даже не попрощалась, когда уезжала. Вот так. А Лёша, что там? Держится. Особенно после того, как замаячил пересмотр его дела. Пересмотр это что значит? А то, что дело пересмотрят, если удастся доказать, что у Лёхи была самооборона, то и срок скостят конкретно. Светка, ты ещё лет не у нормальной еды. Спасибо тебе огромное, ты настоящий друг. Даш, я у Маши была. Ну, у неё всё шикарно. Она просила тебе передать, что... что у неё... короче, у неё другой Лёша. мне, наверное, не надо было тебе этого говорить, потому, что тебе здесь и так не сладко, а теперь и вообще... Ну, а ты знаешь, если тебе будет немножко легче, мы с тобой теперь два сапога пара... в том смысле, чтобы Колька себе тоже богатого чиксу нашёл. Ну, а в том смысле, чтобы Колька себе тоже богатого чиксу нашёл. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Маша! Загоди! Маша, красавица ты какая! Садись давай. Ну, рассказывай. Как ты? Ой, да хорошо. Ходила все обо дня к Филиппу Евгеньевичу. Это врач мой, который в частном роддоме, когда меня Миша устроил. Я помню, помнишь, что сказала? Что, говорит, через недельку уже рожать. Ух! Мне правда очень тревожно. Я прям... Все будет хорошо. Не ты первая, не ты последняя. Ну, потом такой роддом. Да, роддом очень хороший. А там такие заботливые люди. Миша твой молодец. Принесла обещанное. Несколько эскизов, да. Работаешь. Вот молодец. Да я бы с ума сошла от скуки. Миша все время на разъездах. Маша, я тебе скажу, беременность твоей, творчество твоему на пользу пошло. Хочется поскорее познакомиться со своей девочкой. Думаешь, будет девочка? Я не знаю. Вот так этот японский прибор показала. Ну, если японский прибор, тогда, конечно. А, это я читаю. Кстати, в Израиль едут рожать. Ну, понятно. Там супруга владелица заводов, домов и пароходов. Ты чего? Маша? Ты чего? Маша? Быстро! Вады! Вады! Позови кого они будут сюда! Маша! Моя девочка. Здравствуйте. Как самочувствие? Как состояние у моих подопечных? Все хорошо, Филипп Евгеньевич. Спасибо. Какая красавица. А как у вас у самой самочувствие? Хорошо. Что-то не похоже. А почему глаза на мокром месте? Амунцы. Ну, это не страшно. Ничего. Скоро вас отвезут домой. А дома, как говорит народ, и стены помогают. Дома? Да. Звонил Михаил Евгеньевич. Сказал, чтобы вас привезли домой. Кто звонил? Михаил Евгеньевич. Машина вас заберет с малышкой. Отвезет домой. Вас там встретят. Филипп Евгеньевич, я с ним никуда не поеду. Я с Мишей никуда не поеду. Я не хочу. Вы даже видеть. Можно я с собой? Подожди. Что такое? Почему? У него другая семья. Я не знал. Ну, подождите. Это сейчас не главное. Вам нельзя волноваться. Вы меня услышали? Да? Ложитесь. Ложи. Ложи, кормящая мама. Может, молоко пропасть. Вы думаете о малышке. Хорошо? Хорошо? Алло, Верочка Павловна. Да, это я. Да, да. Вы помогли меня завтра забрать. Ага, хорошо, спасибо. Я как только буду готова, я вам сразу наберу. Да. Спасибо. А с кем у нас Пронина разговаривала, а? Да, здравствуйте, Михаил Евгеньевич. Да, это я. Слушайте, у нас проблема. Мария хочет уехать сама. Да, сама. Она звонила какой-то Вере Павловне, сказала, чтобы та ее забрала. Говорит, что вы ее обманули, что у вас другая семья. Вы... Я все понимаю, но вы понимаете, мы... У нас хорошее заведение, приличное. Я не хочу здесь скандалов. Да, хорошо сделаем. Но вы понимаете, что это будет стоить других денег. Я вас услышал. Маша, Маша, родная, поздравляем, хорошего. Ну, хватайся. Боже, какой славный, хорошенький. Горбовна, надо ехать. Да, 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 конечно, поехали. Давайте. Давайте, аккуратненько. Сюда. Сюда. Проходите, мои красавицы. Располагайтесь. У меня уже все готово. Я вон игрушечки какие смогла найти. Так, давай, наверное, здесь прямо. Пеленочку. По стиле. Там огромные свои такие. Ух, посмотри, какое чудо. Мне он Бог не дал, так и вас меня послал. Спасибо вам большое, Эль. Спасибо. Что бы мы без вас сделали? Я немножечко приду в себя, и мы с Людочкой вернемся к себе домой. Людочка? Ты любила? Ну что, я побегу я в соседний дом, там мне колясочку дать обещали, чтобы вы могли пользоваться. Может, тогда сразу пойдем гулять? А? Дочь, пойдешь гулять? Пойдешь гулять. Опа, карета подана. Мышень, ты, кстати, все документы забрала? Ну, выписку там, что там еще? А, да нет, мне врач сказала, что они еще не готовы. Вы не знаете, а здесь есть где-то поблизости аптека? Аптека там за углом через два дома. А зачем тебе? Да мне марлю надо купить. Погуляйте немного, а я мигом, хорошо? Нет, подожди, давай я схожу. Я сама, не переживай. Просто марлю дефицит. Если не будет там провизор Римма, скажи, что ты от меня, она тебе поможет. Хорошо, спасибо. Вот и мама сейчас все ременовала. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Помогите! Помогите! Вот ты ребенка украли! Помогите кто-нибудь! Да, да, я поняла. Я сейчас же поеду в роддом, заберу документы и сразу к вам. Товарищ лейтенант, я вас очень прошу, не теряйте времени, не начинайте поиски. Я буду у вас буквально через час. Да, Вера, вы были правы, в милиции нужны документы на Людочку. Сейчас позвоню Хилипу Евгеньевичу, чтобы он все подготовил. Маша, извини, прости, я не отошла от этой коляски, не нашла. Просто что-то серое мелькнуло, потом вспышка, я смотрю, коляска пустая. Не берет. Так, я поеду за документами. Вы не волнуйтесь, не переживайте. Обойдите всех соседей, может быть найдутся свидетели. Я обойду. Да, давай, я обойду. Филипп Евгеньевич! Ну, здравствуй. Ты? Ну, а кто же еще? Как видишь, я. Поцелуемся. Ты что здесь делаешь? Я пришел увидеть тебя и нашу дочь. А это теперь только моя дочь. Ясно? А тебя я больше видеть не хочу. Убирайся к своей жене. Я понимаю, ты имеешь право на меня сердиться. Я виноват? Наверное. Ну, только при чем здесь ребенок-то? Я буду вам помогать, только сначала я хочу ее увидеть. Маша, где моя дочь? Ее нет. Маша, я хочу увидеть свою дочь. Где моя дочь? Ее украли. Как украли? Что ты несешь? Я украла. Кто украл? Что ты с ней сделала? Где моя дочь? Где моя дочь? Куда ты делала мою дочь? Куда ты делала мою дочь? Ты специально назло мне, да? Ты продала ее? Убила? Что ты с ней сделала? Будь ты проклята! Будь ты проклята! Он меня ненавидит. Ему, наверное, сейчас очень тяжело. Зачаровался в человеке, которого любил. Нет у нас больше будущего. Ни с ним, ни с Людочкой. Значит, не врал бы тебе этот твой Миша. Ничего бы этого не было. А я и сама ему врала. Дорог. Расплата за счастье. Так, Маш, ну прекрати. Ну не бывает такого. Бывает. Свидетелей нет, документов на ребенка нет. Это да. Так это меня сейчас можно обвинить, что я вступила в сговор с ними и продала этого ребенка. А ты, если будешь настаивать на том, что у тебя был ребенок, о существовании которого никто ни сном, ни духом, это могу эту психушку упечь. Я не знаю, кто и сколько кому дал денег, но меня в этом роддоме даже видеть не хотят. Говорят, им не нужны скандалы и проблемы. Получается, ты на учете нигде не состояла. Поехала сама рожать в эту какую-то лавочку. Так они могут в милицию обратиться, что ты их терроризируешь. А у тебя, у тебя же муж сидит за убийством. И ты к этому имеешь отношение. Какой-то мексиканский сериал, рабыня Изаура. Я не понимаю, что ты делаешь. Надо в себя прийти. Надо о себе подумать сейчас. Как я могу думать о себе? Я не знаю, где моя Людочка. Я не знаю, что с ней. Вдруг я не знаю, что с ней случилось. Маша, Маша, послушай меня. Может быть, то, что я сейчас скажу, прозвучит ужасно. Может быть, это тебе облегчение не принесет. Но вот эти люди, которые воруют чужого ребенка, ну зачем он им? Может быть, это люди, которые, понимаешь, всю жизнь мечтали о своем ребенке, а просто не могли его завести. Поэтому они не причинят ему зла. Я буду искать свою девочку. Буду ходить по городу и искать свою девочку. Маша, не наделай бед новых. Куда уже хуже, Вера Половна? Ну, Лёлька, тебе. Тебе спасибо. Ну, Лев Семенович, принимайте наследницу. Ну-ка, 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 ну-ка. Ах, кто-то нам пожаловал, а? Какая красавица, а? Что это за глазки, губки, носик, а? Ну, и как тебя величать, красавица? Прошу любить и жаловать Мария Михайловна. Мария Михайловна. Звучит, звучит. Ну что, Мария Михайловна, познакомились? Кушать пора, наверное, да? Отнесите ее комнату. Ну, Мишка, Ну, Мишка. Ну, Мишка. Вот, Мишка, Пойдем, Пойдем. Мамочка устала, да? Устала, она сейчас отдохнёт, отдохнёт и будет с тобой играть. Будет тебя кормить, да? Прекрати ты! Это невыносимо! Что это за имя такое? Мария, мы же с тобой договаривались, что будет Виктория. Лёнь, я не знаю, может. Я на неё посмотрел и вдруг понял, что ну какая она Виктория. Ну, посмотри. Она же Машенька, ну, посмотри. Ну, посмотри, прелесть, ну, посмотри. Да мне всё равно делай, что хочешь. Только унеси её, унеси её, няня. Я же живой человек. Ну, Машенька, ну, посмотри на неё. Ну, если ты её не будешь брать на руки, она никогда не будет твоей родной. Посмотри, какой носик, ну. Посмотри, какая прелесть. А щёчки, а глазки, а? А ушко. Посмотри. Маша, ты бы её ещё Глашу назвал. А мне нравится. Мария, имя, имён. Лёль, ты привыкнешь. Скоро приедет в нотариус работник ЗАГСа, сразу оформим бумаги. Машеньке, ну, и сразу моё завещание. Ну, зачем такая спешка? Мне ничего не надо. Да нет, вы своё обещание выполнили. Теперь моя очередь. Отныне Мария Михайловна будет владеть всем моим движимым и недвижимым. Ну, а до её совершеннолетия распоряжаться будет мама Лёля. Мне вполне хватает того, что у меня есть. Лёля, ну, значит, будем считать, что это чистая формальность. Ну, а всё останется, как и было. Правильно, Миша? Вы как всегда правы. Ну да. А бумаги должны быть в порядке. Да, Машка? Молодец. Я хочу увидеть нашу дочь. Где она? Где моя дочь? Что ты с ней сделала? Куда ты её делала? Продала её? Убила? Что ты с ней делала? Будь ты проклята! Тихо, моя девочка. Моеву девочку голодную. Ёжик. Моя сладенька. Да хоть ты заткнись! Это невозможно! Тихо, 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 тихо. Всё, золотка моя, пошли к себе. Извините. Всё, моя хорошая. Что ты на меня смотришь? Да? Не получается мне быть матерью. Я, наверное, бездушная тварь. Но этот ребёнок, он... он меня раздражает. Доводит до бешенства. Прямо хочется его... придушить. Ну, что ты, что ты, что ты, моя дорогая. Что ты? Всё будет хорошо. Угу. Миша, ты чужой ребёнок. Ни мой, ни твой. И я никогда его не полюблю. Он никогда не станет родным. Миша, давай его отдадим детдому. Заплатим кому надо. Нет. Это невозможно. Мы так долго шли к этому. И что? Всё? Нет. Что мы скажем отцу? Правду? Она просто его убьёт. Успокойся, тихо. Успокойся. Я найму вторую няню, слышишь? Я сделаю так, чтобы ты никогда не видела Машеньку. Угу. Но нам надо. Нам надо идти вперёд. Нам надо заниматься бизнесом. Угу. У нас есть дела. Я без тебя не справлю. Ну всё. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Коля. Я вернулась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что? Поворотте. Вот и закончилась наша с тобой песенка, да? Нет? Ты так не думаешь? Придется тебе пожить немножко на чердаке, а там поглядим. А у нас ребенок будет. Родней не бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машенька! Машенька! А я смотрю, конь с позаранку, речными медалями любуется. А это ты. Вот так встреча. А ну-ка, давайте-ка вашу ручку. А что такое? Что это? Дрожишь прям вся? Ну-ка, пойдем. Пойдем-ка сюда. Иди сюда. Иди, моя девочка. Иди, иди, иди. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Иди-ка сюда. Я тебя сейчас. Я сейчас тебя. Заходи, солнышко, заходи. Заходи, заходи, заходи. Так, 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 так. Так, так, садись-ка. Сейчас я тебя прикрою. Держись, садись вот так вот. Вот, моя девочка. Сейчас, у меня тут такое лекарство есть. Вот, отменный коньячок. Сделаешь глоточек и согреешься. И сразу, сразу все пройдет. Ну? Не пройдет. Это никогда не пройдет. Ох, голубушка. У одного мудреца даже на кольце гравировка была. Все пройдет, пройдет и это. Значит, наверное, этот мудрец не терял самую дорогу кое, что только есть в жизни человека. Терял, терял. Все мы, все мы что-то теряем. Даже самое-самое дорогое. Вся наша жизнь, приобретение и потери. Но, как говорится, чего не потеряешь, того, ворот, не найдешь. А если, если что потерял, обязательно найдешь. Обязательно. Главное, верить. Ну? Куда тебе отвезти? На, автовокзал. Ну? Ну? Да. С такими темпами ты быстро станешь большим милицейским начальником. Тогда ты выйдешь за меня замуж? Ну зачем это тебе? Отец и так все сделает для тебя, о чем я попрошу. А при чем здесь отец? Ты что, думаешь, я тут из-за него? Ты нормальная? Все так сложно. Этот ребенок, Миша просто помешанный. Да и папа, он ребенок, а после меня какой-то. А мне покажешь? Миша. Кого? Марию? Ну? Как Миша называет? Мэрюшка? Идиотское какое-то прозвище. Ничего. Мне нравится. Смешно. Мэрюшка. Покажешь? Ну ладно, будешь еще одним поклонником. Сейчас. Можно подержать? Аккуратно. Вылетает твоя копия. Воза пуговки. Пуговки. Пуговица ты моя, пуговица. Ничего себе. А что, у меня двое племянников. Лёль, а принеси мне свои детские фотографии. Вот мы с пуговицей и сравним. Потом как-нибудь. Они папиным троном зали под крышей. Где все его раритеты. Их искать в туалет надо. Ничего, мы подойдем. Лёль, принеси. Ну ладно. Пойду пыль глотать. А вы пока идите. К няде кормиться надо. Лёль. У? Она моя. Что? Ну, Маша моя дочь? Нет. Лёль, ну я считать умею. Ты восемь лет жила с мужем, детей не заводили. Появился я, и через девять месяцев ты родила. Лёль. Нет, Коля. Всё не так. Ты меня прости. Мне пора. А фотографии? А ты уходи. Уходи. Отец кружится. Лёль, что с тобой? Да всё нормально. Уходи. Надя! Ну и кто ты такой? Откуда ты тут взялся? Где-то я тоже видела. Где я? Две пошлости. Мэришка. Мишель. Бред. Лёль, ты где? Я тут. Мишель. А что ты здесь? Да так. Зашла птичку покормить. Какую птичку? Да вот. А, эту? Ага. Залетела сюда. Причём вместе с клеткой. А, эта? А ещё мне интересно, как эта могла сюда залететь вместе с этим. Пока я была в Израиле, как в клетке, тут вот в романтику впала. С дамой. С моей Арюшкой. Кто она? Мне просто интересно. Лёль, чё это ты решила вдруг сцену ревности устроить, а? Чё так? Миш. М? Отпусти меня. Куда? Меня Коля замуж зовёт. О, как всё запущено. Коля замуж. Серьёзно? Да. Коля. Извини, дорогая, но нет. Ну, почему же? Ты уже всё получил. Что тебе ещё от меня надо? Мне ничего. А вот моей дочери нужна мать. Какая-никакая, хоть номинально, но нужна. А ты обо мне подумал? О человеке, который дал тебе всё. Мне с тобой в одной комнате неприятно находиться. А уж изображать счастливую жену в угде. Ну, зачем я тебе, Маше? Эх, милая моя, нужна. Моей дочери нужна полноценная семья. Ой. А про Николая и думать забудь. Ещё не хватало, чтобы моей дочери отчим был мент. У твоей? Не смеши, пожалуйста. И в твоих же интересах держаться от меня подальше. А то я ненароком сболтну что-то отцу. Пусти, придурок. Пусти. Ты ничего не скажешь, потому что Маша моя дочь. Ясно? Моя. Твоя? Да, конечно. Я понимаю. Моя единокровная дочь. Пока ты шлялась по ночным клубам Тель-Авива, мне её родила женщина, которую я любил. Которую из-за тебя, тварь, из-за тебя, тварь, я потерял. Что ты после этого думаешь, Кольке сбежать-то, а? Помоги. Какая ещё женщина? Моя. Морюшка моя. Маша, Машенька. Значит, ты всё это время... Держал меня за дурочков. Да? Да я только намекну отцу. И ты. И ты. И ты. Думаешь, отец простит нам такую чудовищную афёру? Он, скорее, меня, как мужика поймёт. А тебя он... Так что в твоих же интересах, милая моя, держать язык за зубами. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Отпусти! Отпусти! Она же погибнет! Ну, ты, 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 ты! Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok